Батлеры на улице растут в юг. Видно, что ствол зеленый, не деревенел, значит это новый прирост. Причем довольно-таки мощная, видно толстая. Это олива. Вот такое дерево. Больше двух метров. Видно, что здесь началась в огородах. Погава. Ну это у многих сейчас в огородах растет. Зуб, наверное, одна большая. Вот интересное тоже растение около полутора метров. Тоже красиво цветет. Вот, чтобы вы думали, это гранат. В октябре хозяйка говорит, что уже будут плоды и сеть. Вот, все-все усыпано цветами и валютами. Дереву семь лет, хозяйка говорит. Такая молодая пальма. Тоже уже по три метра. Красавица тоже. Так и все, в принципе, здесь. Тейнджир. Ну, плоды уже повязались. Это хурма. Ну, очень высокая, конечно. Вблизи не покажешь. Не видишь. Вот. Вот это. Это тоже комнатное растение. Оболон, если не ошибаюсь. Отлично растет в земле. И зимует. Парелисы. Они их тоже не выкапывают. Так он и зимует в земле. Мы приехали еще тьвол. Причем здесь много. У меня нет. у разных рассветки. Это мандарин. Вон, горшки. Не помню, что это. Или лимон. Скорее всего, не лимон, потому что нету здесь иголочек. Ага, болит. Ой, какая-то зараза. Белокрылка. Ее вывести. Это горе целое. Тоже в земле. Все спокойно растет. Мейхоа. Еще цветы тоже. Пчелки. Тоже большущие деревья. Жалко, болит. Не достать. Чтобы цветы показать. Большие три дерева. Вот что во дворе. Ну, лавр это. Ой, простите, олеандр. Это у всех. Как у нас сирени. Уже кустик такой большой. Ну и лавр. Лавр и лавр вишня. Это тоже в каждом дворе. Вот так. На шестисотках. Такие чудеса. Растут. Ну и у всех растут уличные юки. Хозяйки. Хозяйки тоже есть. Этого. Последи. Продолжение следует...